Воинский долг, честь и судьба. Под таким девизом в нашем районе проходит месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Он уже подарил всем немало отличных мероприятий. Мы побывали на одном из них в конкурсе, инсценированной военной песней, который состоялся в 17-й школе. Самодеятельные исполнители из 29 классов, от первоклассников до выпускников, приняли участие в этом конкурсе. Надо ли говорить, что ребята серьезно подошли к ответственному выступлению, выбирали и разучивали песни, старались подготовить сценки для создания яркого сценического образа. Ребятам очень нравится разучивать военные песни, они с удовольствием это делают. Я считаю, что на этих песнях воспитывается патриотизм, любовь к родине. Эти песни не дают нам забыть о той страшной войне, о той цене, которой досталась победа нашей родине. К 11-ти классникам, как к самым старшим, было приковано особое внимание, и они оправдали ожидания, предложив на суд зрителей широко известную песню «Темная ночь», написанную композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым для фильма «Два бойца» в далеком 1943 году. «В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и в детской кроватке только ты слезу утипаешь». Юные зрители вознаградили выступавших горячими аплодисментами. В рамках этого конкурса мы вспоминаем песни военных лет, вспоминаем все те годы, которые пережили люди, все те сложные времена, которые остались в наших сердцах и остались, естественно, в сердцах ветеранов. Это наша память, наша гордость, память о той Великой войне. Такие песни, они для взрослых, они должны быть просто в памяти освежаться, не узнаваться что-то новое, а именно освежаться, потому что взрослые должны об этом знать, малыши должны об этом узнавать, естественно, знают очень хорошо. А эти песни, они всегда будут с нами. Этот праздник песни предоставил возможность всем проявить свои таланты, порадовать зрителей мастерством исполнения. Жюри по достоинству оценило усилия конкурсантов. Победителями стали учащиеся 11-го А-класса «С темной ночью» и 10-го А с песней «Казаки в Берлине». Лучшие исполнители смогут выступить на школьных линейках, посвященных закрытию месячника военно-патриотической работы и Дню Победы. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».